Ангелы спят. Концерт с таким названием прошел в Запорожье в память о солисте группы Хорта Андрея Лободе. Напомним, музыкант ушел из жизни 27 января. До этого долгие месяцы боролся с тяжелой болезнью. О человеке, который заставил говорить о себе при жизни и о котором продолжают говорить после его ухода, рассказали друзья и коллеги артиста. 10 марта ему должно было исполниться 38. День рождения Андрея Лободы близкие друзья и коллеги решили отметить так, как если бы он все еще был жив, весело и без лишнего пафоса. Сегодня он бы не оценив, как бы мы очень сумели тут все. Поэтому у нас программа будет только из веселых песен. Сбираются друзья. Для нас это, как правильно сказать, не то, чтобы концерт, а больше что-то домашнее. Андрей Лобода всегда был больше, чем просто автор текстов и музыки. Вспоминают те, кто знал его при жизни. Журналист, поэт и музыкант Валентин Терлецкий вспоминает. Познакомился с Андреем еще в далеких 90-х. С тех пор не раз выступал с ним на одной сцене. Меня всегда импонировал и очень качал вот та энергетика, которую всегда выменивала Хорта. И даже когда был в спидвей и, собственно, сам Андрюша. И с ним всегда было комфортно выступать на одной сцене. Або после него-то уже зал заведенный. Або перед ним, когда народ хочет Хорту. Это всегда для любого музыканта, и не только Запорезького, это был кайф. Друзья говорят, может, ангелы и спят, но Андрей Лобода всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Ведь память о музыканте живет, пока его песни звучат на радио и в плеерах тысяч меломанов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!